Вот и завершилась ставшая уже традиционной неделя доброты и щедрости. Волонтеры, предприниматели и просто неравнодушные жители с 23 по 30 ноября оказывали и собирали помощь тем, кто в этом больше всего нуждается – инвалидам, малоимущим и многодетным семьям. Всю эту неделю двери нашей организации были открыты с самого утра и до позднего вечера. Сюда шли люди неравнодушные, добрые, щедрые. Многие приходили уже не первый раз сюда, это наши друзья много лет. Некоторые перешагнули порог нашей организации впервые, но мы надеемся, что это надолго. Обществу инвалидов Ленинского городского округа в этом году активно помогали предприниматели, детские сады, школы, спортивные и досуговые организации, управляющие компанией. УК Купеленко, к примеру, передала 125 продуктовых наборов с товарами первой необходимости. Участвуем первый раз на неделе доброты и щедрости. Планируем в дальнейшем, конечно, помогать участвовать чаще. Хотелось бы привлечь больше людей к таким акциям, потому что люди, которые нуждаются в помощи, когда, как не сейчас, в канун Нового года, поучаствовать, помочь и коммерции, и бизнес, все, кто может себе это позволить. Продуктовые наборы, средства гигиены, медицинские товары, канцтовары, игрушки, посуду и многое другое члены районного общества инвалидов начали получать уже 30 ноября. Спасибо большое за подарки. Это подарки для моей младшей сестры Юленьки Ивановой. Она очень хорошо читает, она любит, когда ей читают, любит читать сама и раскрашивать. Большое спасибо, что вы о нас заботитесь и помогаете нам. Члены районной организации инвалидов-диабетиков также не остались без внимания. 40 благополучателям вручили продуктовые наборы. Пришел, спросил, какие пожелания есть, обсудили. Решили начать с наборов. В каждом наборе крупы, рис, геркулес, тушенка, сладкое, макароны. Предприниматель и благотворитель Андрей Макалкин пообещал свозить членов общества по святым местам в Сергиев Посад, а также продолжать поддерживать организацию. Очень приятно за такие подарки. Большое, да, своевременное, очень хорошие подарки. Большое спасибо. У нас нет возможности много чего приобрести, потому что много денег уходит на лечение. И обеспечение ребенка также. Очень благодарна тем людям, кто делает такие подарки. Обществу инвалидов-диабетиков помогают и другие предприниматели. Но нужды у организации есть всегда. И хоть неделя доброты и щедрости фактически закончилась, делать добрые дела никогда не поздно. Тем более и повод есть. Со 2 декабря стартует международная декада инвалидов, в ходе которой запланировано много мероприятий, в том числе и благотворительных. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видно-ТВ.